Всем привет! Меня зовут Митя Фомин, и сегодня в программе про клип я раскрою практически все секреты относительно своего нового видеоклипа «Следуй за солнцем». Мы второй раз уже работаем с этим режиссером, его зовут Тарас Голубков, он предложил мне сценарий, от которого я тоже не мог отказаться. Для каждого человека солнце может быть разным, но в течение всей своей жизни мы ищем то солнце, которое будет греть нас. И, конечно же, этот человек. В моем видеоклипе очень много разных персонажей, которые ищут, но безрезультатно, то самое солнце. Дай мне руку, не бойся сгореть. Кассинг происходил достаточно жестко. Дело в том, что мы обратились к услугам нашего линейного продюсера, который живет в Дубае, это Руслан Гой. И, собственно, не без его помощи мы смогли организовать съемочный процесс этого видеоклипа. Это очень сложный трудоемкий процесс. Арабские Эмираты требуют досконального разрешения на любые виды съемок, разрешения на локации, разрешения на въезжаемую технику, вплоть до винтика, до шурупа. И, в общем, это был достаточно долгий организационный процесс. Что касается актеров, то мы не хотели ввести актеров отсюда, из экономических соображений. И, в общем-то, нам было предложено достаточно много кандидатур. И, собственно, мы выбирали по досье, по фотографиям, по профайлам. Все, что вы видите в этом видеоклипе, это исключительно натурные съемки. Это съемки, которые нам давались достаточно сложно. Почему? Потому что все-таки съемки происходили в апреле, уже в Арабских Эмиратах, в Дубае, достаточно жарко. Мы вставали ночью для того, чтобы встретить рассвет, максимально мягкий, удобный свет, и потом избежать измеряющей жары. Были съемки в городе, были съемки в пустыне близ Дубае. Конечно же, актерам было нелегко, но спасались в машинах с кондиционерами. Спасал лишь только навес, если кто-то участвовал, непосредственно был в кадре. Уходили от этого съемочного лагеря за километр, за два, потому что нам нужна была абсолютно ровная песчаная натура. Танцуем песиком на песке. Еще проблема была в том, что ноги увязают в песке, и требовалась такая некая легкость пребывания и передвижения, такая легкость бытия. Вы обратите внимание, что очень многие герои танцуют, как бы так, им весело, им хорошо. На самом деле, никак не было весело, потому что это тут же мгновенно испарено, пот, устают ноги, люди не привыкли к таким физическим нагрузкам, упражнениям. И, собственно, вот эти два дня съемок в пустыне отдались нам достаточно тяжело. Один единственный герой, который выбираю я, находит свое солнце. Солнце у нас оказывается Виктория Лопырева. И, в общем-то, неспроста. Почему? Потому что Виктория живет уже какое-то время на две страны, и Арабский Эмират теперь по праву считается одной из ее резиденций. Мой золотой галстук сделан из пластика, я так предполагаю. Он был специально заказан из Америки, и более того, это известный бренд, который делает самые разные модульные галстуки. Стилист Даша Разоренова говорит, Митя, давай попробуем этот галстук. И, в общем-то, мы его примерили с белым костюмом, оказалось просто прекрасно. И могу сказать, что он лейтмотивом прокатился через вообще весь этот видеоклип. За маской щелкунчика скрывается мой давний друг, соратник, мой штатный звукорежиссер Рифат Замуканов, который более известен в социальных фитях, как диджей Рифателло. С вами был Митя Фомин, я раскрыл все секреты, практически все секреты съемок видеоклипа на песню «Следуй за солнцем». Смотрите Муз-ТВ.